С утра прохладненько. Для тех, у кого танзили тоже не полезно. Это братья с бизнес-форума, у них бизнес-форум для мусульман, так что я оставлю ссылку, иншаллах. Многие спрашивают по поводу дороговизны того региона, в котором я живу, а именно бурсы. У меня есть знакомые из Стамбула, есть знакомые из Измира. И когда они приезжают сюда, они всегда мне говорят о том, что как же круто, что у вас здесь очень дешевые цены. То есть они, живя в Стамбуле и в Измире, они приезжают сюда, закупают здесь одежду и всякие вещи для своего дома и для себя, потому что у нас здесь дешево. И здесь плюс же жизнь дешевая, аренда дешевая, практически все дешевое. И плюс этого места еще в том, что он у моря и также он близко к Стамбулу. То есть улететь, прилететь, час-полтора вы в Стамбуле, полтора часа вы в аэропорту, в Сабихяк-Гюкчен. Поэтому локация этого места, цены и так далее, очень даже удобна. Сегодня пятничный намаз и иншаллах, сейчас как только мы его закончим, мы поедем смотреть нашему другу квартиру. Как я уже и говорил, мы рассматриваем квартиры не для того, чтобы в них жить, а для того, чтобы было легче с документами. Например, если ты живешь в съемной квартире и у тебя есть договор аренды, тебе могут дать, ну и скорее всего дадут вид на жительство на год. Если же у тебя своя квартира, тебе дают на два года. И плюс к этому ты можешь претендовать на то, что в будущем, через пять лет, тебе намного будет легче взять гражданство. Всегда старайтесь, кстати говоря, заполнять именно ряды, ряды в мечети. На улице старайтесь не сидеть, если мечеть пустая. Песвет — гунах и жилетлер. Гунах искей и дым competitен пейбамберлер ма awful. Позреваемый мой 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 народ подходит. Вышли из пятничного намаза, имам читал очень хорошую проповедь по поводу сигарет, по поводу вреда сигарет, о том, что это никакой не мокрох, а настоящий харам, потому что человек убивает себя посредством этих сигарет. Уже зафиксировано официально просто огромнейшее количество смертей из-за этих сигарет, из-за их вреда, из-за болезни, которые вызывают курение. Вот такая вот квартирка на уровне строительства, ее можно купить примерно за 250 тысяч теле, это 2,5 миллиона рублей, даже дешевле, 2 миллиона 200, 2 миллиона 300 тысяч рублей. И плюс все, застройщик говорит, дайте мне полтора ляма, остальное оплачивается частями в течение года. Так, мы взобрались на самую крышу дома, здесь вот такая вот, вон там море. Знаете, в детстве, когда меня, ну, родители вызывали в школу, я все время умолял у Бога, я говорил, пожалуйста, я умоляю тебя, пожалуйста. Сделай так, чтобы они мне ничего не сделали, чтобы родители меня там не побили, не поругали. Ну, что вообще, короче, все обошлось самым наилучшим образом. И ни разу не было, чтобы реально мне поругали. Вот каждый раз все обходилось. Один раз, один раз я подумал, когда шел домой, ну, соответственно, я ко мне подошла в классный руководитель, говорит, Абдуллаев, родители в школу, я говорю, окей. Иду по дороге домой и думаю, спал, думаю, каждый раз я прошу у Бога, чтобы он защитил меня, и мои родители не побили меня, не поругали. Зачем я его каждый раз спросить, если и так каждый раз все нормально получается? Давай я не буду в этот раз спросить, я вам клянусь Господом Богом, это реальная история. И я дохожу домой, зову папу. Папа за всю жизнь, он ни разу на меня руку не поднял. Ну, короче, папа приходит в школу, и вы не поверите просто, а я это единственный раз, когда я не попросил. Короче, папа приходит в школу, заходит в классный руководительница, она говорит, ну, знаете, ваш сын, ну, и пошло-поехало. Она просто выложила абсолютно все, что помнила и не помнила. Заходит другая учительница по математике, она говорит, ваш сын сказал мне то-то, то-то, и там просто, там такого наговорили про меня. Просто папа встал и влепил мне такую пощечину, я просто улетел. У меня папа метра девяносто, вы на меня не смотрите, потому что я коротышка. Он такой мне пощечина влепил, что я просто улетел. И это был единственный раз, когда я решил не просить у Бога, потому что каждый раз обходилось, я подумал, что в этот раз тоже обойдется. Вот тебе и как раз-таки про упование на Аллаха и обращение к нему с дуа. С 응ома амман факулет мавазину фау в ви 이 вийшотир вадиям. Добрый день, у podríaстрял. Баба, дикат от. Что-то скажу, я не буду помнила. Помнил, я буду помнила. Вот это нужно. Прикат. Я бы помнила на канал. вот он еще один лайфхак только что мы поменяли в районе 10 тысяч долларов но там был написан курс 858 мы подошли к нему стали можешь ли сделать повыше курс он сказал ok он сделал не 858 а 860 то есть такое здесь тоже может договорить я даже не представлял себе но можно в Турции очень часто самые знаменитые места где самые вкусные пидешки лахмаджун так далее они выглядят очень некрасиво вообще то есть столы ужасные не знаю стены вот такие все очень некрасиво но они считаются прям супер-пупер известными и сюда все время все ходят и большие очереди столы по крайней мере здесь практически все забиты так что имейте для себя ввиду если вас пригласят в такие места то не отказывайтесь из-за декора у нас сегодня какая-то дикая жара просто а представьте как в саудии я не знаю как там люди живут честно вообще не представляю 핵 Transportation и я не знаю как Турции на металли саудии саудии конец После трехдневных переговоров С грабителем, который украл мою анкету Мы с ним договорились, что он вернет ее мне За какой-нибудь телефон Мы как раз сюда и пришли для этого ПТТ В Турции эта почта называется ПТТ Не приняли мою посылку Они сказали, заверни ее в коробку Так мы ее не можем принять Я сказал, окей Я пошел в продуктовый магазин Быстро нашел коробку из-под жвачек Пришел, запаковал все Купил скотч, упаковал все красиво Принес им И знаете, что они мне сказали? Вытащи батарейку То есть после того, как я все это упаковал Они мне говорят, вытащи оттуда батарейку Там не должна быть батарейка Я говорю, Супал, а неужели нельзя было об этом заранее сказать? Честно говоря, мне непонятна психология Вот таких вот людей, которые Специально, как будто, знаете, создают тебе проблемы Не снял бы я батарейку, поверьте, ничего бы не произошло Но она такая оказалась принципиальная И таких принципиальных в этих паспортных столах И во всевозможных таких инстанциях Полным-полно И они усложняют людям жизнь Мой друг взял машину На скорую руку Говорит, выбирал Говорит, не умом, а сердцем Ну, он тут катается Ездит на рыбалку В горы Классно, да? Да, это маскал кар Субтитры создавал DimaTorzok Кстати говоря, кто интересовался Вот, пожалуйста, кемпинг Люди заезжают на территорию этой парковки Судя по всему, она платная Вон там Да Вон там Вот здесь Они заезжают, оплачивают парковку И, соответственно, остаются здесь В своих суперкрутых маленьких домиках И наслаждаются пейзажами моря Это, на самом деле, тоже думал по поводу этой темы Чтобы путешествовать на такой машине Думал взять такой фургон Объездить всю Турцию А потом думал еще куда-нибудь поехать Но так и не решился Наверное, это для меня перебор А вы смогли бы на кемпинг поехать? На кемпинг? Да, вот так вот В таком домике Ездить и кататься по всему миру Спокойно Смогли бы? Нет Серьезно? Какая-то свободная такая психология нужна, знаете Чтобы Вот кто-то ездит по всему миру Катается с семьей, с женой Вот в этих вот машинках Путешествует Это вроде бы недорогой такой отдых И вроде бы он прикольный Но Я, например, не знаю как Турки, нацмены эти А сколько русских Вот с такими маленькими детьми По всему миру Да, кстати, больничка, не больничка тоже, да? Реально спелые ребята Даже без, как его Даже без таких условий Как прицепы, как машины Ездят же Ну, прикольно Круто, да? Альхамду лилля Это просто Это просто можно рисовать Аллах создает просто Невообразимо красиво Настолько искусно Настолько мастерски Знаете, когда кто-то говорит, что Все создано по необходимости Типа Природа сама себя создала Там и так далее Потому что была потребность Я все время задаюсь вопросом Откуда появилась потребность к красоте? Некоторые говорят, типа Мы красоту оцениваем Субъективно А объективно Это не является красотой Вот как этим сумасшедшим Объяснить Что вот это Это объективно красиво Это объективно красиво Аллаху алим Вот самое приятное, что есть в Турции Это Азан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok